здравствуйте друзья многие пользователи мне просят сделать так что в контроллерах или везде где присутствует блок меню чтобы непосредственно на дисплее вот нужное число можно было менять не по блоку меню ходить и менять а в момент вот настройки нужное число мигает и меняем последствия на дисплее сегодня свободный минута времени нашел решили это попробовать как это получится и на примере часы будильника на часов будильника вот это реализовал сейчас подавать посмотрим видео как это работает потом продолжим и так друзья на столе видите простой будильник сделано 32 31 и здесь впервые свои практики сделал так что с блока меню когда настраиваем не заходим блок меню то есть на дисплее просто здесь нужно и что надо менять вот это мигает этот момент и производим изменение то есть настройкой так здесь вот это делается при помощи трех кнопок первая кнопка это свет вот это вторая третья кнопка это больше меньше и одновременно 3 то я вот 2 3 то я кнопка служит для включения или выключения будильника здесь в виде сегодняшний число 5 0 4 17 год 13 32 здесь будильник все по нулям здесь будильник выключен вот если необходимо будильник включить нажали кнопка он включился нажали выключился а когда здесь если установленное время какое-то время доходит будильник включается там течение 10 секунд звук издается перевести вот с зуммера и выключается через пять минут опять включается и течение 15 минут вот так через каждые пять минут по 10 секунд если не нажать кнопку 3 выключать будильник через после через 15 минут выключается то есть перестает звук издавать давайте посмотрим вот это как работает по блёку меню ходим нажали свет вот и здесь мигает можно год менять сейчас вот все сбросил все сбросил так все сброшено теперь давайте все установил установим заново так год семнадцатый год семнадцатый год так четвертый месяц 3 4 так здесь 5 число 5 число 5 число 5 число потом время тринадцать часов тринадцать часов тринадцать часов тридцать пять минут тридцать пять минут здесь был будильник давайте установим тринадцать часов много плохо вижу так тринадцать часов ну тридцать семь тридцать семь сделаем и если здесь не трогать ничего вот меню видит автоматически через 5 через 5 минут автоматически выходит также вот эту кнопку когда нажимаем ходим по меню тогда тоже и давайте будильник включим вот будильник включили будильник должен где-то через минуту 13 37 тоже будильник включаться но это часы как сами понимаете это часы делать это очень просто у меня очень много таких где часы дело но первые я делал так что с блока меню вот где присутствует блок меню уже непосредственно здесь меняем не по блоку меню ходим как раньше а здесь меняется то есть нужное число что надо менять бегается и этот меняем это уже можно в контроллерах у меня везде как бы неудобно получается зайти меню потом и там тоже можно так вот 37 минут будильник включился 10 секунд отсюда вот если нажать выключился все и больше не будет если не нажать то 10 секунд будет а раз потом 5 минут отдыхать потом опять 10 секунд потом 5 минут потом опять 10 секунд и после 15 минут выключиться полностью вот типа так остальные на компьютере объясню как это работает так теперь давайте схем посмотреть вот этого будильника ну схема простая здесь три кнопки подключена к аналогу им ходом первая кнопка служит для вот настройки нажали и начинает мигать начинает мигаться сначала вот этот год потом месяц потом день потом и так дальше так часы реального времени и lcd 16 неправильно написал 32 но 02 надо и зуммер у меня зрение плохой и поэтому участвовать такие ошибки у меня получается вот типа так и давай теперь давай теперь давай теперь в фл прок в фл прок посмотрим как это все работает так сейчас телефон выключат мешают так блок меню начнем с блока меню теперь чтобы вот это реализовать это момент раньше у нас вот видите здесь выходы с блока меню вот то что здесь на этих выходах был то показывали момент когда настроили теперь вот видите выходы везде есть сейчас покажу внутри так вот с каждого вот это выход делаем здесь галочку ставили выход активности пункта меню вот и на первом виде ставить галочку вход вход для промо прямого перехода на меню вот на первом вот это галочке остальные вот так только выход активности меню и получается так вот когда начинаем вот нажали кнопку 1 по меню ходим если находится находим на первом пункте меню здесь высокий уровень на втором здесь высокий то есть при помощи вот этих надо управлять там и здесь еще по блоку меню видите сделал так то есть когда я извиняюсь находимся в настройках на стоили допустим часы и подождем если где-то пять секунд подойдем и автоматически вот время срабатывает здесь высокий уровень на входе один и переключается где у нас это основной дисплей где уже не в режиме настроек находится в режиме вот это часов как бы вот типа вот для этого вот этот час делал и изначально при включении тоже вот r3 стоит то есть перекидывает на первую страницу как бы так теперь часы вот этот момент и как реализовал здесь вот у нас дисплей на верхнем строку показывает здесь первый у нас этот день месяц потом год часы и минуты и здесь переключатель у нас стоит вот допустим ходим по меню ходим и находим находимся вот это где надо настроить часы м4 это выход м4 и секундный импульс и видеть сюда по 1 м2 то есть через каждую секунду вот здесь то есть через каждые пол секунды до пол секунды там 500 миллисекунд нас стоит на переключателе этом высокий уровень то есть изначально вот это показывает то число которое надо меняться потом пол секунды показывает потом здесь пустота и 2 вот это тире ставили чтобы вот это не прыгал вот это значение все это значит показывает число которое надо менять потом пустота число пустота вот вида так и этот момент и по блоку меню вот больше меньше делаем там все меняется и получается вот таким образом и остальные прямо на дисплей уже дисплей у нас один штук получается и переключается ничего просто вот здесь необходимо что меня этот момент все меняется здесь часы реального времени у нас и здесь еще так следующая плата вот установка часы вот здесь немножко трудновато стал вот это реализовать часы установить то есть видите такой схему сделал и если находимся допустим надо меняться год надо меня находимся на четвертом у нас год какой здесь год вот это первый первое да вот здесь год если надо год менять так год менять вот это выход значение пункта меню здесь на вход подается вот год какой год какой и момент вот переключение когда где чё нажимаемся устанавливается в меню именно тот год который вот это часы показывает но это сделано так что каждый раз когда вот это мы переходим по меню что все не обнулялся и заново вот это каждый раз когда свет нажата чтобы не обнуляться вот значение вот года месяца дня часы минута записывается в блоке меню нужны нужны вот это нужны час как бы и потом установили допустим там меняем по блоку меню он уже вот видите здесь год не был здесь первоначально 17 будет уже больше меньше делаем и здесь момент когда число меняется здесь импульс и импульс подается и здесь устанавливается то число что и по блоку меню меняем типа так так и здесь будильник то точно так же и будильник нет будильник немножко по другому принципу работает там уже не надо чтобы установили как бы каждый раз вот когда заходим блок меню не чтобы установили какое-то число допустим семнадцатый год или восемнадцатый год и здесь этот будет здесь будет то есть не год а час допустим установили час 9 9 часов допустим и постоянно вот на и промы сохраняется этот 9 следующий раз зашли он 9 будет больше меньше делаем и и устанавливаем как бы и минут тоже также вот это блок alarm это будильник на входе часы минуты если совпадение есть на выходе течение минуты держится значение но здесь через р-трик подключена импульс проходит рс-триггер срабатывает рс-триггер сработал здесь генератор у нас и посмотрите генератор несимметричный 10 секунд включена 5 минут выключена типа так здесь на выходе вот когда включена на выходе высокий уровень я суд секундный полусекундный импульс поступает и зуммер начинает работать пол секунды звучит после потом через 10 секунд другой состоянии то есть выключены и так три раза это время сброса здесь я поставил 16 минут после 16 минут на выходе вот здесь на этом перемене высокий уровень и сбрасывается будильник а также будильник сбрасывается с кнопки номер три вот кнопку номер три нажали когда на основном дисплее находимся тоже процесс происходит вот таким образом это все работает я думал это удобного типа так настолько это блок меню захочешь и не понятно что это для чего куда что настроить так сразу до дисплее видно что меняем то есть то число которое надо изменить там начинает мигать и видно что меняем таким образом все это работает я думаю это полезная вещь и следующих разработках мои уже наверно так будут делать блок меню этот дисплей так будет работать то есть сразу на дисплее будем изменений делятся все спасибо за внимание до свидания